Полуминутная поездка на каршеринговом автомобиле стоила двум екатеринбургским студентам, как перелет на курорт и обратно. За оторванный ледяным валом при выезде с парковки бампер, с юношей взяли штраф в 45 тысяч рублей. Вот что рассказал ТАУ студент Уральского горного университета Матвей Дерябин. 9 февраля, вечером после занятий, он с другом Егором решил арендовать припаркованный прямо напротив вуза в университетском переулке автомобиль. Посмотрев на цены на такси, приняли решение доехать на ней домой. Забронировав автомобиль, мы стали его осматривать, указав все видимые повреждения авто. Друг сел за руль, я сел на переднее пассажирское сидение и начали движение накатом назад для выезда на основную дорогу. Так как парковка была в снегу, передние ведущие колеса автомобиля провалились в снег, под которым, как выяснилось, был лед. Машина ударилась, но в салоне удара мы не почувствовали, было лишь ощущение погружения колес в снег. Выехав на асфальт, мы услышали шуршащий звук из-под машины. Завернули на соседнюю парковку, чтобы осмотреть, что случилось. И выйдя из авто, мы увидели, что у нас слетел скрепление передний бампер слева. И оторвалась нижняя губа бампера, которая еще и служит защитой. Матвейли сказал, что около часа они общались со службой поддержки телемобиля, где их даже успокаивали, что ничего страшного не произошло. И, наконец, потребовали, чтобы те вызвали ГАИ. Позвонив 112, нам сказали, что в городе большая загруженность, поэтому нам необходимо ехать самим в ГИБДД. И предложили на выбор два адреса. Выбрав на Винскую 13, мы отправились на место, предварительно нарисовав схему. Приседев в ГАИ почти 12 часов, пока нас оформляли, мы успели поспать. Признали невиновным в ДТП водителя, то бишь моего друга. Но привезя документы в офис каршеринга, девушка и администратор, даже несмотря на документ, положив его в общую стопку, сказала, что он виноват и будет выставлен счет. Но после его возмущения все же прочитала документ, но сути это не поменяло. Через пару дней ему выставили счет в приложении на оплату в размере 74 100 рублей. С уведомлением, предложив скидку до 55, он стал советоваться со своими юристами и моими, после чего стало принято решение, что садиться с ними бесполезно, ибо они защитили себя со всех сторон. Поговорив после этого еще немного с их менеджером, мы получили еще немного скидки. До 44 тысяч и плюс 1000 рублей за экспертизу автомобиля, на которую нас, кстати, не пригласили. Хотя мы говорили, что хотим на ней поприсутствовать. Обосновав это, тем якобы предусмотрено договором, что у них в договоре не прописано то, что их клиенты могут присутствовать на экспертизе. Скинувшись другом пополам, так как взять машину была общая идея, оплатили счет и удалили аккаунт. Прощай, куршеринг. Матвей и Егор в произошедшем винят себя за то, что устанавливая приложение «Дилимобиль», как и большинство людей, поленились полностью прочитать договор, в котором, в частности, говорится, чтобы избежать штраф за повреждение автомобиля, нужно требовать, чтобы ГАИ сами приехали на место ДТП, а не ехать к ним оформляться. Смешно, но такое требование есть. Так же, как есть положение о том, что арендотатель сам определяет стоимость повреждения и, исходя из этого, назначает сумму штрафа. Номер того каршеринга – Владимир452, Матвей Ольга, Московский регион, который катался по городу уже на утро после оформления в ГАИ, вследствие чего сложилось ощущение, что экспертизы и не было. Будьте аккуратнее с чужими машинами, тем более с каршерингами. Всем добра!